Приветствую, дорогущие мои друзья геймеры! Это невероятное событие, которое я хочу отпраздновать вместе с вами, а именно выход грандиозного мода, эпичного, глобального, что называется Titanic. Я наткнулся на этот мод еще в далеком 2016 году, меня поразили скриншоты, я жаждал просто поиграть в этот мод, но потом узнал, что он заморожен, и мне стало немножко грустно, я перешел уже на другие проекты. И какое было неожиданное событие для меня, когда мне скинули и сказали, что модификация Titanic мод вышла, ее можно вот пощупать уже вот-вот-вот, вот просто скачиваешь, ставишь, щупаешь. Это было невероятное событие, я провел стрим, где я и восхвалялся, и шутил над некоторыми моментами, но я очень хочу разобрать вдоль и поперек эту модификацию, поэтому, собственно, я сделаю много отдельных видосиков. Пока это первая версия, она местами сыровата, оптимизацию не завезли, слишком большой объект, слишком много маленьких объектов в этом большом объекте, поэтому движок просто не вытягивает, и порой FPS проседает до 15, что более-менее играбельно, с тем учетом, что некоторые люди, например, я, знавали игры, в которых 10 FPS, это было за счастье. В общем-то, у нас, как и в оригинальной Мафии, есть возможность побегать вот так вот по меню, и посмотреть, что же тут. А это именно холл Титаника, куда мы очень скоро с вами ворвемся, причем не в одиночестве. Вот тут можем посмотреть какая-то картина, такой величественный человек на Суворов похожий, возможно. Так, там мы можем переместиться на верхний ярус, где еще одна картина, и где телохранитель менеджера из мотеля Корлеоне, который своим обрезом пугал нас, и какой-то мужик, который там что-то ковыряется в проводке, и очень страшный человек, маска которого пугала многих людей на моем стриме. Собственно, это не просто так, это не в модификации, это я просто поверх одного мода поставил Титаник, и они не конфликтовали. Это даже, наоборот, свой шар вынесло. Вот там вижу какой-то человек, который играется в маленькие болт-ейсы, у которых, между прочим, странным образом работают фары. Вот технологии-то чего дошли. Так, ну, в общем-то, начинаем игру. Также очень много авторской музыки, поэтому я это все, к сожалению, буду вырезать, к моему большому изумлению. Вот, мафия, Титаник, мод. Тут есть даже какой-никакой сюжет. В самом начале мы начинаем вот в этом гребаном большом нипических размеров амбара. Собственно, это еще раз нам говорит о том, что масштаб просто поражает. Там наши четыре главных героя, Дон Салери, который спустился с небес, возможно, он решил на старость лет фермеры заделаться, но не тут-то было. Сэм, Поли и Томи, и все эти наши главные герои будут сидеть в одной машине, что странно. Что еще меня удивило, это то, что сделана довольно качественная озвучка. Вы сами можете поиграть, ссылочка здесь не оставлю в описании, и почитать диалоги. Пока русского языка не завезли, но, возможно, в какое-то ближайшее будущее он появится благодаря наших умельцев. Crazy Preacher. I'm memory of... Возможно, эти вывески не просто так. Также хочется обратить внимание на эту машину. Это вот такой некий гибрид болтровера. Болтровера. Ну, болтровера, имею ввиду, по краскам. Болт Иса и... Флауэр, Пауэр. А еще эта машинка чертовски напоминает мне машинку из мультфильмов про Фунтика. Очень странно, что сзади должны сидеть, по идее, вип-персоны. Если какая-то непогода, ветерок, они будут в полной безопасности. А на переднем сидении сижу я вместе с Сальери, что очень странно. Возможно, Сальери доверяет мне больше, тем более погодка хорошая, может быть, даже жарко. А Поли и Сэм тем временем там яйца свои жарят. Им, возможно, не так комфортно. Немного странно то, что машина вроде как-то похожа на болт Ис, но при этом управляется она лучше. И колеса белые. Вот это вот максимально странно. Тоненькие белые колеса. У моего велосипеда и то шины толще. Но да ладно. Можно переключиться вот на такой вид. И мы сразу увидим с вами, что машина праворульная. Праворульная машина в мафии. И удивительно. Вообще, модно праворульные машины внесли в Англии. И, возможно, это какой-то английский прототип. Может быть. Кто знает. В общем, что нас сейчас ждет? Drive so many poorly and send to the ducks of Central Islands. И также, вот мы видим, видишь, праворульное движение. Это очень-очень странно. Такое ощущение, что я в Sleeping Dogs зашел после долгой игры в GTA. В общем, в этом тоже есть свой специфический шарм. Можем погулять по планеру. Возможно, многие из вас и в принципе в планере не шибко много времени проводили. А тут у вас есть такая возможность благодаря Titanic мод. Я был удивлен, когда я впервые поиграл и увидел, что ехать нужно за города. Какого-то черта. Возможно, это специально было сделано для того, чтобы растянуть удовольствие. Так. Кали. Хюдак. Модельер. Вот. Видите, какие хитрые маневры. Разработчик, разумеется, не один. И этим баннерами нам показывают, что... И человек там было довольно много. Это был второй баннер. Удивительным образом показывает нам свою прыть вот этот вот фунтомобиль, который разгоняется до несусветных для семейства болтов скоростей. Вот. К тому же я сейчас отпустил управление и скорость падает не сильно. Так. Что мы там еще видим? Патрик Джонс. Модельер. Я постараюсь не пропустить ни одного баннера, чтобы вы знали своих героев, кому можно молиться, кого можно благодарить, кому можно скидывать пожертвования на процветание. Эти люди действительно сделали громаднейшую работу. И я лично им очень сильно благодарен. Если кто-то из них даже отпишется, я буду просто очень рад. Очень обрадован. Разумеется, мы разговариваем на разных языках, но кого это останавливало? По крайней мере, наше мафиозное братство должно объединяться. Вот мы видим еще один баннер. Там что? Томас Рюцека. Это, видимо, Чех. О! И, кстати, вот такой клаксон. Клаксон промоут очень-очень в новинку. В классной. И вот с таким видом въезде действительно очень атмосферно. Так, в общем, мы видим сзади выглядит баннер как деревянная доска, что тоже добавляет своего антуража. Так, едем мы специально так, потому что нам зеленые стрелочки показывают, куда ехать. Это все не просто так было сделано. Конечно же, мы можем срезать путь. Но зачем? Ведь специально разработчики расставили баннеры, чтобы мы специально ехали по этому пути и увидели всех тех мастеров своего дела. Вот мы видим еще один. Ронни Шульц. Это уже похоже на немецкую. То есть, получается, мультиязычные авторы Титаника. Невероятно. Так. Вот тут нам показывает стрелочка. Еще такое ощущение, что скорость трафика была немного увеличена. И, в принципе, трафика не особо много. И по ощущениям, вот Шуберт экстра катается. Это где-то тридцать третий год. Хотя, Бултейсы тоже есть. Так, что там мы видим? Метокс. Тут человек решил свое реальное имя не светить. Возможно, просто слишком привык. Возможно, не видит в этом смысла. Но Метокс тоже один из разработчиков. Вот. О, как дрифт. Как красиво. Просто завораживающе. Хорошо, что машина все-таки более-менее мобильная, быстрая. Потому что, если бы дали нам реальный прототип Бултейса, который бы катился со скоростью 40 миль в час, это было бы совсем грустно. Так, что мы там видим еще? ДТА Пекербай. Заклаус и Дэйву. Да, мой, конечно, навык английского оставляет желать лучшего. Также мы видим тут повреждения, что я врезался, хотя совсем чуть-чуть. Но он сделан на основе болта, поэтому тут нужно быть аккуратным. Так. Интересно, а что будет, если дамаг будет полный? Нам нужно будет ехать с самого начала? Это будет невыносимо. Так. Специальная благодарность Урблицу и Падгасу. Падгас. Ну, видимо, если специальную благодарность выражают, то это полпоследний баннер. Что ж, покатались мы по всему планеру, прочитали мы. Все баннеры насладились ездой на новой машине. Интересно, на основе какой машины была сделана вот эта? Наверное, скорее всего, болт Model B? Вот, идет подзагрузка. Мы можем еще раз воочию посмотреть на этот легендарный корабль, который теперь стоит в Лост Хевене. Причем, что странно, Лост Хевенский вот этот вот Титаник ездит от Empire Bay и до Лост Хевена. То есть, громадный корабль и два города. для такого корабля очень маленький масштаб. Интересно, на пути в какой город этот Титаник затонет? Ну, надеюсь, мы про это узнаем не через 15 лет. Продолжаем ехать мы в городе и тут FPS проседает уже довольно серьезно. У нас с вами черное небо, это не просто так. Undertown мод дает о себе знать, который добавляет мрачности. Вообще, мне нравится этот мод, несмотря на то, что я его до конца не прошел, ибо очень сложно. Он добавляет вот такой вот антураж гнетущий. Ааа, ребята, ну за что? Также вы сейчас познакомитесь с новыми полицейскими. Да, грустно еще в том, что у нас нет никакого оружия. А я должен разговаривать. Ну ладно, офицер. Держи. Ох, это же, блин. Возможно, Хэллоуин очень скорый, поэтому они надели вот такие маски. К тому же у них такая блеклая форма. Так, ладно. Лучше, конечно, лиха. Рено, Рено, Таукар. О, так я только обратил внимание, что эта машина называется Рено. Так это, черт возьми, француженка. Ну тогда почему праворулька, все равно непонятно. Так, ну ладно, вот, мы, кстати говоря, проехали какую-то вывеску, которая нам показывала на то, что неподалеку курсирует Титаник, ни в коем случае не забывайте, что у вас есть шанс на нем прокатиться. Гудгаз, это уже было. Так, полицейский аларм. Пока сюжета тут очень-очень мало. Вот, собственно, еще одна вывеска. Пожалуйста, центральный остров док и стрелочка туда. То есть, это специально сделано для того, чтобы мы не заблудились. Хотя у нас есть карта, компас и голубенькая стрелочка, поэтому заблудиться довольно проблематично. Вот, еще раз извиняюсь за то, что вам предстоит наблюдать проседание FPS, ничего сделать с этим не могу. Это, к сожалению, так оптимизирован мод. При том, что Титаник еще далеко, но он выгрузился. Он уже стоит. Так что... Ах! Так, с этим нужно быть поаккуратнее, ведь и аптечек на Титанике нет, а враги там имеются. Ну, собственно, номинальные враги, мы можем с ними сражаться, можем не сражаться. Ох ты! Прорываемся. Ну что, до Титаника осталось совсем недолго. Главное, чтобы полицейские не остановили, ведь Шуберт Экстра невозможно обогнать. Эта машина слишком быстрая, чтобы угнать от нее. Вот. Да, скорость расплывается. Вот за счет того, что слишком сильно поседает FPS, очень сложно стрелять по кому бы то ни было. А оружие тут есть, и оружие весьма непростое. А все потому, что из Андертауна. Поэтому вы тоже ощутите определенную атмосферу от его использования. Поэтому рекомендуем, друзья, какой-нибудь мод, например, Андертаун поставить поверх Титаника. Так. Ну что мы тут видим? Стоянку. Мы можем, конечно, поставить машину здесь, но наши друзья привыкли, чтобы их довозили прямо до самого интересного. Поэтому поворачим сюда. Вот поставили знаки, построили такой громадный амбар и водичка, которой что-то не так. Видимо, они хотели ее улучшить, но что-то прям жутковатое происходит. поворачим сюда, Том. Компания стюардов будет поймать. Полли и Сэм, вы тоже будете защитить поворачивание. Парлау, Лерри. Думаю, это самое идеальное место, чтобы тут пропарковаться. Так, что мы тут... Вот, вот это конечно меня поразило на стриме больше всего. Это чайка, которая сидела здесь и насрала. Почему бы не сделать отдельный мод, где чайки срут на голову Морелла. То есть он показывает ему пропуск. Спасибо. Ой, Дон, я бы так не стал ему дурять. Ведь он же прихвостень Морелла. Что ты делаешь здесь? Ты думаешь, что ты уходишь без нас? Мы тоже нужны вакансии. Но... Бар уже осуществлялся. Он хорошо осуществлялся парнями. Слуиджи приобщиться к всему этому великолепию. Так, тут видимо они ждут отправки или возможно ждут подтверждения. К сожалению, не нам где-то возможность погулять по окрестностям, потому что не нужно было подходить близко к Титанику. Там мы видим людей, которые типа прощаются со своими родными. Они были взяты из гонки. И одному вы это понимаете. Ух ты, мужик, неужели это все принадлежит тебе? Или пантомасы видимо хотят захватить этот Титаник. Но мы не дадим им такой вольности. Их слишком много. Так, поезд? А куда интересно движется вот этот вот поезд? Это что за новые рельсы, которые проложили сюда? О, да, специально проложили рельсы для Титаника? Ничего себе! Вот это очень, конечно, впечатляюще. невероятно. Вот прощаются. Эх, а что же вы с ним не поплыли? Такой громадный корабль, мест там полно, но я могу представить сколько стоит один билет на этот Титаник. Ну мы это понятное дело мафиозники, у нас денег и так полно, поэтому можем заказать сразу четыре билета, но даже шесть. Там прихвостни эти прибежали Винченц после того, как давал мне револьвер, посмел с тобой все в порядке? Почему ты бегаешь как шестерка? Так, ну ладно, тут есть какая-то карта, ничего себе соединяющая, видимо показывает маршруты движения Титаника, а, то есть получается сейчас с Лост Хевена Титаник будет плыть в Эмпайр Бэй и потом в Эмпайр Бэй он возможно куда-нибудь поплывет в Испанию. Интересно. Ох, если бы не взросущие лаги. Ну, в общем, все, друзья, мы с вами переместились на Титаник. Теперь нам будет очень хорошо. Ох, как же не прощают-то. Возможно, они хотят им показать, что спасите нас, спасите, мы не хотим потонуть, мы читали про это. Или, возможно, это люди с будущего и знают, что ничего хорошего с такими кораблями не происходит. И огромное количество маленьких корабликов, которые на везде ты были, такое ощущение, что из GTA Vice City возможно, это просто рыбацкие шхуны и не ловят лосось, треску. в любом случае корабль поплыл. Ребята, он реально будет плыть. Это еще больше градус невероятного впечатления прибавляет ко всему происходящему. Ох, это, конечно, невероятно. Ну, друзья, на этом я с вами попрощаюсь совсем ненадолго. Если хотите увидеть целиком и полностью все ощущения, то айда на запись стрима. Ну, а если же вы хотите отдельно посмотреть все интересные нюансы, то уже очень скоро выйдет ролик, где я подробно все это буду обозревать. Спасибо всем громадное за внимание. До скорых ярких встреч в Титаник моде. Тут уже FPS радует. Что не скажешь про эти ужасные штаны и поле. tiempo. Спасибо.